Мормонский лидер Мормонский апостол по имени Легранд Ричардс В одной своей книжке он указывает два библейских отрывка, в которых якобы предсказано появление книги Мормона Один отрывок это книга Иезекииля, 37 глава с 15 по 20 стих А второй отрывок это книга Исаии, 29 глава с 1 по 11 стих, даже по 14 стих Давайте посмотрим на первый отрывок И было ко мне слово Господне, ты же сын человеческий, возьми себе один жезл и напиши на нем Иудеи сынам Израилевым союзным с ним И еще возьми жезл и напиши на нем Иосифу Это жезл Ефрема и всего дома Израилева союзного с ним И сложи их у себя один с другим в один жезл, чтобы они в руке твоей было одно И когда спросят у тебя сыны народа твоего, не объяснишь ли нам, что у тебя Тогда скажи им, так говорит Господь Бог, вот я возьму жезл Иосифа, который в руке Ефрема И союзных с ним колен Израилевых, и приложу их к нему, к жезлу Иуда И сделаю их одним жезлом, и будут одно в руке моей Что говорят по этому поводу Мормона? Ричардс пишет В древние времена существовало обычае писать на пергаменте и накручивать его на жезл Таким образом, когда была дана эта заповедь, она была равносильна указанию писать две книги или две истории Если считать, что Библия жезл Иуды, то где жезл Иосифов? Могло ли это обетование найти более простое и совершенное исполнение, нежели через появление книги Мормона? Пока кто-нибудь не сможет объяснить, где находится летопись Иосифа Претензии книги Мормона на то, что она является жезлом Иосифовым, остаются неопровергнутыми На самом деле, Ричардс исходит из совершенно неправильного толкования библейского стиха Слово «жезл» — это перевод еврейского слова «эц», которое буквально означает «дерево» или «кусок дерева» Использование слова «жезл» в наиболее распространенных христианских переводах Библии объясняется тем, что в Септуагенте используется греческое слово, которое буквально означает «жезл», «посох» или «палка» Обычно еврейское слово «сефер», которое означает «книга», «письмо», «писание» или «свиток» Нигде в 37-й главе книги Езекииля не упоминается То есть, на самом деле, там речь идет о куске дерева, имеющую форму жезла Ни о каком пергаменте, который туда был накручен, не говорится В сентябре 1977 года в мормонском журнале «Энзайн» Кейт Миссерви, доктор палеолингвистики из университета имени Бригама Янга, опубликовал статью, в которой сам утверждал, что слово «эц» нельзя переводить как «жезл» И что на самом деле это слово в данном контексте обозначает деревянную табличку для письма, покрытую воском и складывающуюся на манер книжки В двух словах его рассуждения звучат так Авторы септуагента неизменно понимают слово «эц» в его основных значениях «дерево как растение» 15 раз и «дерево как материал» 249 раз Но переводят его как «жезл» только один раз в 37 главе Эзекиеля, хотя этот перевод неестественен и в еврейском языке слово «жезл» звучит совсем иначе Следовательно, авторы септуагента в данном случае руководствовались какими-то посторонними соображениями, которые не следует принимать в расчет Даже если согласиться с доводами этого ученого и признать перевод «жезл» неудачным, это еще не означает, что под словом «эц» надо понимать именно книгу Если в септуагенте это еврейское слово переводится как «жезл» всего один раз, то как книга она не переводится вообще ни разу Нет такого перевода и быть не может Более того, в библейском иврите есть слово, которое означает конкретно доска, табличка или скрижаль Это слово «луах» Удивительно, что миссерви не приходят в голову прямее к собственной теории и собственной же критерии истинности Если мы согласимся с критикой этого мормонского, еще раз подчеркиваю, автора, то мы в лучшем случае получим следующий перевод «Возьму древо Иуды и приложу к нему древо Иосифова, и будут одно в руке моей» Найти здесь упоминание о книге Мормона может только очень пристрастный толкователь На самом деле речь идет совершенно о другом Учитывая, что Иезекииль в этом контексте говорит о соединении южного и северного царства Помните, да, Израиль разделился на северное и южное царство Речь идет явно о неких деревянных предметах, неважно какой формы Каждая из которых символизирует эти два царства Единственная надпись на этих предметах, та, которую Бог повелевает Иезекиилю сделать на этих предметах Написать на одном Иудии племенам, союзным с ним И на другом написать Иосифу и племенам, союзным с ним Есть еще одна причина, по которой мы не можем считать этот текст указанием на книгу Мормона Дело в том, что Господь конкретно говорит Иезекиилю, что жезл Иосифов находится в руке одного из его двух сыновей Если быть совсем конкретным, в руке Ефрема Жезл Иосифов, который находится в руке Ефрема Однако Джозеф Смит конкретно написал в книге Мормона Что пресловутые потомки Легия, перу которых якобы принадлежит книга Мормона Происходили от другого сына Иосифа, которого звали Монасси И уже по этой причине, даже если мы допустим на минуту, что слово «жезл» в Иезекииле 37 главе обозначает книга Это не может быть книга Мормона Потому что она была написана не потомками Ефрема, а потомками Монасси Совершенно другого полуколена Иосифова Об этом говорится в книге Алмы, 10 глава, 3 стих Второй отрывок, в котором якобы содержатся указания на книгу Мормона Легран Ричардс находит в 29 главе книги пророка Исаии Где Господь говорит следующее Горе Ариилу, Ариилу городу, в котором жил Давид Приложите год к году, пусть заколают жертвы Но я стесню Ариилу, и будет плач и сетование И он останется у меня, как Ариил Я расположусь станом вокруг тебя И стесню тебя стражу и наблюдательно И воздвигну против тебя укрепление И будешь унижен С земли будешь говорить И глуха будет речь твоя из-под праха И голос твой будет, как голос чьего вещателя И из-под праха шептать будет речь твоя И всякое правошество для вас тоже Что слова в запечатанной книге Которую подают умеющему читать И говорят, прочитай ее И тот отвечает, не могу, потому что она запечатана И передают книгу тому, кто читать не умеет И говорят, прочитай ее И тот отвечает, я не умею читать И сказал Господь, так как этот народ Приближается ко мне устами своими И языком своим чтит меня Сердце живо далеко отстоит от меня И благоговение их передо мной Есть изучение заповедей человеческих То вот я еще необычайно поступлю с этим народом Чудно и дивно Так что мудрость мудрецов его погибнет И разума у разумных его не станет Возникает вопрос, где же Ричардс нашел здесь упоминание о книге Мормона Вот как он сам это объясняет Значит он пишет Исайя видел падение Ариила или Иерусалима В далеком будущем Приложите это год к году Потом он похоже был унесен прочь в видении И видел аналогичное разрушение городов Иосифа То есть якобы городов в Америке И он останется у меня как Ариил Очевидно единственный способ, который мертвый народ может говорить с земли или из-под праха Посредством записанного слова Именно так сделал этот народ через книгу Мормона Такая вот замечательная логика Подтверждение своему экзотическому, если не сказать больше, толкованию слов Исайи Ричардс находит в книге Мормона Он утверждает, что жителям американского континента Бог устами Нефия дал точно такое же откровение Второй Нефий, 26 глава, 16 стих Ибо те, которые будут истреблены, будут говорить к ним из-под земли И речь их будет глухая из-под праха И голос их будет, как голос чревовещателя Ибо Господь Бог даст ему силу, дабы он мог шепотом Говорить о них, как бы из-под земли И речь их будет шептать из пепла Сходство отрывка из книги Мормона С текстом из книги Иса Имеет вполне объяснимую природу Дело в том, что это один из тех текстов Который Смит буквально скопировал из Библии в переводе короля Якова Поэтому сходство совершенно объяснимо Никакого удивления здесь быть не можем Любопытно, что архаичный язык Библии короля Якова Сыграл со Смитом и с Ричардсом злую шутку Дело в том, что английская идиома Которая переводится на русский язык Как голос чревовещателя И которая употреблена в Библии короля Якова Она обозначает некроманта Человека, который вызывает духов умерших То есть, по сути дела Здесь в оригинальном тексте Библии короля Якова Говорится о том, что голос этого погибающего народа Будет как голос человека, вызывающего духов мертвых людей Однако Ричардс, по всей видимости, понимает этот оборот буквально Как указание на сходство библейского текста и текста из книги Мормона Поистине, она, книга Мормона, обладает знакомым духом Ибо содержит слова пророков Бога Израиля То есть, Ричардс просто не понимает сути этой идиомы И считает, что здесь речь идет о какой-то особенной природе книги Мормона На самом деле, очень странно было бы для божьего пророка Сравнивать голос Писания с голосом человека, вызывающего духов умерших Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС Это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование Поддержите наш проект молитвой и финансами Информацию, о чем молиться и как пожертвовать Вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Есть еще одна причина, по которой этот текст Писания Не применим к книге Мормона На самом деле, никуда Исаий, ни в какие будущие времена Не уносился своим видением Он, естественно, говорит об Иерусалиме Риил, это пророческое имя Иерусалима Но когда он использует это слово несколько раз В последнем обороте он использует его Как бы обыгрывая слова И использует это слово в значении Алтарь, место для сжигания жертвоприношений В таком значении это слово использовано в книге Языки Или 43 глава 15 стих И в таком случае этот стих обозначает просто Я снесню Ариил, и будет плач и сетование И он останется у меня как жертвенник Или как жертвоприношение То есть никакого будущего Ариила на самом деле не предвидится У этого стиха отрывка совершенно простой и понятный смысл И никакого правочства о книге Мормона, конечно, здесь не присутствует Ну и последний отрывок, который Мормона обычно Приводит как некое пророчество о книге Мормона Это первое послание, прошу прощения, второе послание Коринфянам 13 глава, первый стих В этом тексте мы с вами читаем следующее Апостол Павел пишет В третий раз уже иду к вам И при устах двух или трех свидетелей Будет твердо всякое слово Казалось бы, какое отношение это имеет к книге Мормона Идея очень простая Мормоны говорят, что по мнению Павла Книга Мормона это один свидетель Библия это другой свидетель И когда у нас есть два свидетеля Одному и тому же Божьему Слову Одному и тому же Откровение То у нас получается точное твердое знание того, что Бог нам хотел сказать На самом деле, конечно, этот текст не имеет никакого отношения к откровениям Этот текст стоит в совершенно конкретном контексте И контекст связан с обличением людей, судебными служениями То есть, иными словами, свидетели, о которых идет речь Это настоящие свидетели, которые говорят о том или ином поступке человека Как Павел потом пишет, что обвинение на пресвитера тоже принимает Не иначе, как при двух или трех свидетелях Вот об этих свидетелях идет как раз здесь речь Никакого отношения к писаниям Второе послание Коринфам 13 глава 1 стих Тоже не имеет И даже если мы с вами закроем глаза на минуту на этот контекст Забудем о том, что речь идет совершенно не о писаниях То книга Мормона не может быть вторым свидетелем по отношению к Библии По той простой причине, что книга Мормона противоречит Библии во многих ключевых моментах Субтитры сделал DimaTorzok